И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это очередные новости из мира The Isle of Rima. В сегодняшнем видео я хочу заострить ваше внимание и ответить на некоторые вопросы от разработчиков, до которых мне удалось в последнее время достучаться. Итак, начнем. Осталось всего мало времени до того, как на основные сервера нам зальют свежую обнову системы диет и пахичем. И как многие меня часто спрашивают на стримах, Sky, когда уже обнова? Ты говорил две недели назад, что она уже должна выйти. Ребят, ну я же не разработчик, тем более в игре до сих пор есть небольшой, так сказать, набор багов и неправильный баланс динозавров. Поэтому сейчас я скажу одно, то что вам нужно потерпеть еще неделю, скорее всего, так как в скором времени нас ожидает еще один небольшой патч с большим исправлением тем самых багов плюс изменение баланса. Ну, а наверное мы начнем с самого популярного, наверное, на данный момент. Это Траадон. Недавно разрабы нам показали новую его анимацию валяния в грязи. Топово согласен. А это значит, что ночной террор близок. Кстати, на прошлом стриме мы попали на сервер, где проходили тесты Траадона от разработчиков. Но, к сожалению, мы их так и не увидели. Кстати, ссылочка на этот стрим будет в описании. Ну, вернее, кто-то из подписчиков пытался его догнать, но скорость Траадона очень велика и сразу же уйдет у вас из-под ног, завидев вас. Тот самый Траадон. Траадон. Видимо, он не зря при беге прижимает к земле свой хвост. Это как-то определенно влияет на его скорость передвижения. И, кстати говоря, ночное зрение в игре. Возможно, на стриме я вам говорил уже об этом. Напомню еще раз. То, что вы привыкли видеть в Легасе, ночное видение, переключения на клавишу N во время этой функции не будет. Мы не сможем переключаться на ночное зрение. Хорошим ночным зрением будет обладать Траадон и Дилофазавр. Но здесь небольшая поправка. Желательно иметь хорошие диеты. Ведь не зря ночное зрение есть в диетах, что повышает ваш баф и не штрафует вас. По Траадону еще могу сказать то, что в будущем на нем можно будет имитировать голоса других динозавров. Невероятно, да? Но как мне ответил Панч, что это пока не раскрывается. И как будут работать эти игровые моменты, непонятно. Скажу еще одно, то что применение решейда в Риме будет недоступно. Потому что в игру добавят непонятную систему, которая просто-напросто вас ослепит. Ну, не в прямом смысле. Но применение решейда не даст вам никакого результата. Вот это хоррор. Пахицефалозавры изменили имбаланс и поправили сбитие злочастных кокосов с пальм. А также их разламывание в два этапа. Да-да, кокосы теперь можно есть, но вот сбить их смогут не все пахичи, а только игроки, обладающие ростом ближе к сабу. Разработчики также на тепловой карте постоянно следят за передвижением игроков, за их конкретным местом нахождения, роста и прочего. И часто некоторые растительности и биомы уже меняют свою дислокацию на карте. Чтобы другим видам динозавров было проще вырасти и хищники и травы не спавнились в одном месте. Чтобы понять, о чем идет речь, тебе советую посмотреть наши прошлые новости о тепловой карте. Также ссылочка на это видео, на эти новости будут в описании, где ты все сможешь в принципе понять. Переломы Здесь я хочу кое-что подчеркнуть, то что будущие переломы костей во время, скорее всего, будут меняться. Да, вроде это я говорил в одном из видео, но если вы получили перелом ноги и пытаетесь ходить, это очень дурно скажется на вашем будущем здоровье. Как бы не сломать вторую ногу и ваш диноз окончательно не лег бы и не смог бы встать. Хм, определенно интересно. Засуха, шторма, лесные пожары определенно планируются в игру, но будут постепенно вводиться. Так как нам всем и разработчику в дальнейшем нужно будет смотреть, как это повлияет на производительность игры. Так что ждите ударов молнии, возможно, не смертельных, но интересно. Увеличили скорость диноз уху на суше, теперь этот чемодан может в принципе с легкостью за вами гоняться. Так что будьте осторожны. Не пытайтесь потроллить диноз уху возле воды, а потом спокойно от него сливнуть. Новые карты и режим сэндбокса. Многие спрашивают, Скай, будет ли сэнд во время. Сэндбокс определенно будет в игре, но не в скором будущем. И скорее всего это произойдет тогда, когда карту Исла Испера поменяют на новую, более маленькую. Да, на дорожной карте это явно давно видно. Исла Испера это своего рода была экспериментальная, обширная карта. Ох, опять уж эти изменения. По поводу людей в игре. Да, люди однозначно будут. Однозначно они будут в первых тестах без оружия. Но, как сказал мне Панч, у них вроде бы как будут какие-то интересные механики взаимодействия с предметами, я так понял. С какими предметами он не разглашает. Ну и напоследок, наверное, хотелось бы отметить еще то, что команда аниматоров вдвое быстрее выполняет свою работу, да и сами разработчики чуть-чуть взяли темп. Ведь Иврима это новый уровень игры, где определенно много игровых механик. Новые игровые динозавры. И поэтому создание Легаси заняло намного меньше времени в чем-то, чем мы видим сейчас в Ивриме. Я очень надеюсь, что даже медленными шагами, но верными в скором времени, мы увидим совершенно новый Айл. Я надеюсь, что тебе данное видео понравилось. Ты обязательно поставишь лайк, подпишешься на канал, нажмешь колокольчик, дабы не пропускать наши новые новости по Ивриме. Если что, пиши комментарии, дополняй. Если где-то я упустил какую-то важную информацию, это вы все увидите обязательно в следующих новостях. Ну что же, желаю всем приятной игры и хорошего выживания в мире Эвримы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok